Я открыл тяжелую, скрипучую, непрозрачную дверь. И мы в мрачном, беспорядочном помещении. Это называлось у них «квартира». Тот самый странный королевский музыкальный инструмент и дикая, неорганизованная, сумасшедшая, как тогдашняя музыка, пестрота, красок и форм. Белая плоскость вверху, темно-синие стены, красные, зеленые, оранжевые переплеты древних книг, желтая бронза, канделябры, статуя Будды. Исковерканные эпилепсией, не укладывающиеся ни в какие уравнения линии мебели. Я с трудом выносил этот хаос. Но у моей спутницы был, по-видимому, более крепкий организм. Мы прошли через комнату, где стояли маленькие детские кровати. Дети в ту эпоху были тоже частной собственностью. И снова комнаты, мерцание зеркал, угрюмые шкафы, нестерпимо пестрые диваны, громадный камин, большая красного дерева кровать. Наше теперешнее прекрасное прозрачное вечное стекло было только в виде жалких хрупных квадратиков окон. И подумать, здесь просто так любили, горели, мучились. Какая нелепая, нерасчетливая трата человеческой энергии. Не правда ли? Вот остановились перед зеркалом. В этот момент я видел только ее глаза. Мне пришла идея. Ведь человек устроен так же дико, как эти вот нелепые квартиры. Человеческие головы непрозрачны. И только крошечные окна внутри. Глаза. Субтитры создавал DimaTorzok